добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем наше изучение торы глава хукат и сегодня попробуем пройти вот по сути цена на же кадеш до степей мава ордана напротив рихона кадеш мы здесь прожили 19 лет мильям исполнилось 125 лет она умирает наши мудрецы говорят мильям умирает 10 сивана нет десятого не сана номера что ж колодец пропал воды нет пустыня жара это трудно себе представить пока не кажется такой ситуации люди начинают требовать воду у маши никто не требует мяса требует воду действительно это очень важно и мы знаем что нам делать когда у нас чего-то не хватает мы же не идем к человеку мы должны молиться кому всевышнему нам молиться просить воду мы же что делаем идем к машей требуем маша молится всевышнему и говорит что мне делать всевышний говорит возьми посох с которым ты всегда делал хорошие дела возьмите подойдите со всем народом скале и скажите чтобы она дала воду скажите маша с агроном говорят народу слушайте же строптивые не из этой ли скалы извлечь нам для вас воду и берет посох и бьет по скале ударил один раз вода или засочилась мы говорим ты хочешь напоить этим количеством воды нас и животных наш скот маша бьет по скале второй раз всевышний пожалел маша и дал воду обильно потекла вода пила общество пила пил скот все хорошо всевышний вернул этот колодец мирян но свыше сказал за то что вы не явили святость мою на глазах у народа то теперь вы не перейдете в страну останетесь здесь умрете здесь что они сделали трудно сказать или потому что сказали слушайте строптивые или потому что сказали извлечь нам для вас воду нам для вас это понятно что машина вера должен искать что всевышний возлечет сейчас для вас воду и много других вариантов мудрецы рассматривают он не должен быть был бит посохом по скале а просто сказать скале так как он поступал раньше уже прошло 38 больше чем 38 лет 39 лет когда он бил посохом по скале в рефидиме вода пошла ну так сказал все вышли в данном случае нет и все вот теперь они должны умереть здесь маша конечно молился что хочет посмотреть страну но всевышний сказал нет после этих событий мы уходим из кадеша и идем горе гор подруги пришли к границе нашего брата исава и говорим ему что пропусти нас мы жили в издевались над нами египтяне мы настрадались мы просим тебя только пройти мы пройдем ничего у тебя не поломаем не тронем ничего лишнего не возьмем мы просто по проложенной дороге пройдем и если будем покупать что-нибудь в общем за деньги будем покупать вас воду еду вот что что нужно все будем покупать у тебя ты будешь только за это награжден и сам говорит нет я выйду с мечом на встречу тебе наши мудрецы говорят что это гадар это последний царь из восьми царей исава которые мы читаем главы ваишлах ну хорошо если он последний то написано вот цари которые царствовали в этом и перед воцарением царя усынов израиля мудрецы говорят что вот маша назван торе царем он первый царь израиля вот значит гадар был последний у исава и поэтому вот так ну допустим это так то если мы смотрим на другие события которые произошли в следующей главе которая прозвала в балак то написано что билиам это и есть бела сын биора первый царь исава который стоит главе ваишлах и бенезра пишет нам очень трудно понять такую хронологию как это может быть если первый царь погибает то как же гадар может быть восьмым то царем здесь очень сложная вещь то есть тогда надо если так ну а считать что если было был первым царем то тогда уже царем на теперь им считать туда царя шауля он будет жить позже чем не все так просто чем эйсавас не пропускает вышел с оружием в руках на встречу нам а мы не имеем права ничего делать атаковать всевышний сам запретил все мы бессильны написано что мы обходили гору сир многие дни пришли мы горе гор всевышний говорит агрону взойди на гору гор и там ты умрешь маше с элиазаром зашли на гору маше переодел при жизни агрона элиазара в одежду первосвященника потому что если бы агрон умер потом маша переодевал и и зар как-то этого коснулся бы не мог служить храме у нас написано что семь дней в храм войти нельзя а первосвященник не имеет право даже отца хоронить даже так он его переодел после этого маше с агроном спускается не маше с элиазаром спускается зары уже коином агрон умирает хорошо после этих событий это было первое аво последнего года в пустыне сороковой год после исхода снова израиля страны египетской 123 года агрон умирает и написано и оплакивал агрона весь дом израиля и написано и услышал к на ней царь рада что израиль идет дорога это тарима и вступил сражение и захватил пленных наши мудрецы говорят это амалек он переоделся к на ней скую форму в общем представил что не к на ней и мы должны были молиться дай нам победу над к на ней и если бы так говорили это было молек и всевышний тогда бы ничего мне не сделал получается что мы бы проиграли войну потому что мы просили одно другое мы говорили всевышнему отдай нам народ этот мы поняли что здесь что-то не то что он нас победил забрал пленных мы молимся боимся мы воевать дальше потому что это новое поколение не знало оно войны и мы решили вернуться в египет сработала фраза которая 38 лет назад мы сказали что давайте выберем новых вождей вернемся в египет то что мы говорим обязательно срабатывает хоть через много лет срабатывает нельзя говорить надо думать что мы говорим мы вернулись как пишет раши берет это из лавы и кэф вернулись мы на 8 стоянок назад 7 переходов пришли в массы ру а левиты за нами погнались и было брата убийства война мы перебили друг друга было убито 7 семей сынов израиля 4 левитских семьи погибли в этой битве мы можем почитать на у пенхаз там не хватает там не хватает людей не хватает в молении шимона 1 агат пропал и лошера 1 и шва пропал но и бениамина 5 сыновей пропала в общем потом разберем когда вы учатся на у пенхаз в общем потеряли семьи после этого мы вернулись и вид нас все-таки вернули и мы просим всевышнего отдать нам к наанеев всевышний отдает нам к наанеев мы обещали посвятить все имущество все что заберем города его все отдадим на святые нужды всевышний нам отдал его разбили мы амалека до до хормы до разгрома все довели до хормы все выполнили как мы обещали всевышний мы выполнили это была последняя битва с исавом то есть первая была в рефидиме потом было в ритме когда пошли в разведку после этого мы пошли войной опять на амалека потом мы воевали вышли на исава и он вышел с мечом мы не могли пройти всевышний запретил потом напал нас амалек и потом последний бой вот этот вот пятый который мы выиграли всевышний дал его победить не полностью но дал его разгромить и уничтожить те кто были там у него станет после этого мы вышли от грегор пришли в царь мону айсном своем он и пришли в пунон что же такое пунон по нам опять начали роптать на роптать на всевышнего на маше в общем мы недовольны в пустыне опять начинаем проявлять приходи свои всевышний прислал народ ядовитых змеев сарафов с горячим ядом они нажалили убивали мы ничего сделать не могли мы поняли что мы согрешили пришли машинка мы согрешили перед всевышним перед тобой прости его молись о нас ваша молиться всевышнему всевышний говорит выруби себе змея и каждый кто будет смотреть на змея будет выздоравливать но змея Всевышний не убрал потому что Всевышний если бы убрал змея то мы бы опять забыли о чем мы молились и о чем мы извинялись Маше взял змея вырубил змея медного взял его прикрепил на шесте и когда мы молились Всевышнего перед глазами у нас был этот змей и мы знали что как мы своим языком пускаем яд когда мы засоем занимаемся то так же как и змей и мы выздоравливали но кусать на змеи пока не перестали написано вышли мы из Пунуна пришли в Авод вышли за Аводом шельею и говорим что у границы Маава очевидно здесь мы встретились с Маавом но Всевышний сказал не враждуй с Маавом я тебе дам из земли потомков Лота тебе не пяди так сына Лота отдал арбовладение там великаны жили Эмим Рифаим в общем Всевышний всех для нас победил и мы это знаем это еще было раньше это было когда Аврагам стал победителем в войне когда там 16-15 царей передрались 4 вавилонских царя напали на Сдом по дороге они 6 царей уничтожили Рифаим в Аштрот наим и Зузим и Мим и Хареев на Сирии до горы и Дель Парана потом пошли в Энбешпат и поразили Амалека а также МРФ перебили этих людей ну а потом пришли и сразились в долине Сидим 4 царя с 5 мы это все знаем Всевышний дал потом возможность Аврагаму победить и этих 4 царей освободить свое время Николота и еще Всевышний успел Аврагаму бросить под ноги Египет в то время в общем он 16 царей получается он победил Аврагам Всевышний ему весь мир под ноги бросил в общем здесь такая ситуация с Лотом не дал нам Всевышним столкнуться войну нам не дал провести против него все мы его не трогаем но не тут то было мы должны были пройти между двух скал которые стоят рядом с друг другом и МРФ с одной стороны насилие на одной скале а Моавитяне потомки Лота на другой скале и они решили нас забить камнями когда мы проходили в этот узкий проход но не тут то было когда мы шли туда в это место чтобы там пройти Всевышний взял эти горы замкнул и разомкнул и так он их уничтожил после этого он развернул речку Арнон поток и пустил между этими горами и когда мы идем навстречу нам идет эта река Арнон вся в частях тел этих убитых врагов наших и это Всевышний сделал такое чудо для нас поэтому говорят сказители что вагев Суфи и потоки Арнона Суф это море Суф которое Всевышний перед нами раскрыл и потоки Арнона это вот эти потоки которые нам известны из устной традиции что Всевышний с этими горами сделал как уничтожил наших врагов естественно не просто так мы нападаем на эмарейских царей мы не первый раз с ними воюем мы уже с ними воевали после того как пришли в разведку там мы мы не получали указания Всевышнего атаковать мы там провинились поверили разведчикам Всевышний сказал дите в пустыне на 40 лет но мы сказали нет мы все равно пойдем и написано вышли им рей жившие в тех горах и били нас и преследовали как делать пчелы и громили нас до хормы но там Всевышний их убивал нас только покусали потому что пчела она же кусает и сама погибает а человек остается цел даже всего ни одна пчела много укусит мы остались целые чудом Всевышний нас тоже спас ну теперь уже все теперь у нас перед нами стоят эморейские цари Сихон и Ох и Всевышний говорит затевай с ним войну говорит нападай затевай с ним войну Маше говорит им что пропустите нас Сихону царево-эморейскому как пропустил нас Эйсав пройти через свою страну и как пропустил нас лот но Сихон же прекрасно знает что Эйсав нас не пропустил вышел с мечом и на лота мы тоже не нападали потому что Всевышний запретил и Сихон выступил против нас это была ловушка и мы перебили их и не оставили здесь ни одного это великан Сихон и ничего бы мы не сделали даже с ним одним но Всевышний нам его отдал мы без единой потери просто его победили после этого мы идем дальше и подходим к Башану и Всевышний говорит ох царь Башан не бойся его ибо в руки твои предаю я его почему это Маше должен бояться Сихона тут победили а тут ох и что такое ох он пишет тоже великан огромный так что Маше боится пишет Медраж что ох это никто иной как раб Авраама Элиезер которого Немрод подарил Аврааму после того как он живой вышел из печи и вот он же был у Авраама он был его помощником он был праведником он даже свою дочку хотел за Исхака отдать но когда Авраама не стало то и он отошел от Торы отошел от заповедей и сейчас он превратился в Ога Царя Башана который ничего не соблюдал и только зло хотел нам причинить Всевышний теперь не бойся его областовение закончилось ну и что что он 800 лет живет на земле ничего нападай и вышел Ог Царя Башана он и весь народ его и Всевышний опять взял чудо и Всевышний победил его в общем мы без единой потери просто победили Иога Царя Башана и так мы вышли полными победителями из всего дальше конечно будет нам намного сложнее но это уже будет следующая глава которая будет называться Балак и следующее испытание будет еще жестче на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем шаббат шалом всем браха парнаса кавана что мы это время не грешили изучали Тору урок был дан за поднятие души Яков Бен Нахум Владимир Бен Григорий Павел Бен Ефим Хайм Малка Бат Йосиф Мира Бат Аврагам Роза Бат Михаэль Самуэль Бен Герш памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель За здоровье Светлана Бат Клара Шимон Бен Исхак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Пер Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двоера Бат Мириам Моисей Бен Ева Ирина Бат Двоера Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Евгения Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Леон Бен Клара Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Масло Паран Са Сгула Ирина Бат Ри Арон Ария Бен Ури За хороший дух Арон Ария Бен Двоера Денис Бен Нахум Авигаль Бат Сара Паран Са Ибрют Владимир Бен Рае Марина Бат Рае Борис Бен Мария Всего хорошего За здоровье И всего хорошего Олег Марченко Еще раз шабашалом До следующих встреч